С Богом! Пятьдесят играть, Тихоныч. Пятьдесят штырьков сделать, чтобы поплавки в кучу не сбивались. Никита жалуется температуру. Кто знал температуру деревни? С роду никто не знал. Чуть-чуть болею. Срам один. В таком возрасте в армии или войну лежали в окопах четыре года, и никто не сказал болею. Бери дальше. Расстаскивайте. Ребята, тащите туда поплавки им, чтобы они могли брать. А, им? Край не заноси туда, а там уже спустит Володя. Один конец привязать, а потом дальше обвести. Ребята, будь там столько. Никита, Тимофей, ты все время лишний. Тебе не интересно, что делается там? Ну, хоть маленько чем-то заинтересуйся. Дальше на огороде все полят туда-сюда, туда-сюда. Ты совершенно лишний на земле. Как так-то? Ну, как-то маленько подцепись, вот тащи, держи или еще-то. Такая отстраненность от жизни, жуткая просто. Ну, Володя, подальше, наверное, надо или здесь? Привязывай там, где надо, привязывай. То не привяжет сейчас он. Никита, конец один привязывай, чтобы можно было дальше-то начинать работать. Такая инфантильность просто потрясает до мозга. Ничего не будет делать. Стоит хоть сколько. Ткнул, сделал. Профукали Россию-то. Проделали аборт. Оставилась импотенция одна. Ну, протягивай дальше. Володя, втыкай там, найди где. Бери, натягивай скорее. Вторую туда где-то хотя бы накинь. Потом уже привяжешь. Пошире в эту сторону отступай. В эту. Не на глубину, а сюда. Тут вполне достаточно. Нам не надо Карел-Афинью устраивать. Тут Азовское море. А почему Тимофей не разделся? Все разделись. Вот ребенок как научили. Он на руку ему. Родители не ладят, а он понимает. То туда, то сюда. Совершенно из жизни выбиты. Вот посмотри, сколько ребятишек пришло. Все заняты, что-то делают. Тимофей сидит. На целый свет разобиженный старик. И все надо селом где-то. Даже за обед и то надо тянуть. Какую-то льготу создают. Льгота одна должна быть. Ты смертный, и ты умрешь. Ну, включай его. Включай. Попробуй воткнуть. Пойдет, да? Ну, хорош будет. Потом эти штыри надо сохранить как-то. Давай, привязывай. Тащи веревку-то. Никита болен. Его трогать нельзя. Давай, Тимоша. Входи в эту жизнь как положено. Где, ребята, не отставай. Везде все время лишний. Побежали, сзади плетется. Тележку везем, даже не пытается. Это у нас сегодня 23 июня 2016 года. Ты как-то сказал, что тебе корабляк не нравится. Еще не хочу говорить, где как сделает, так и сделает. И вот он тебе решил насчет корабляк. Скажи, пожалуйста. Ой, а что можно? Это сложно. Я буду? И сколько? Так, у меня вот эта дальше стоит. Да. Да, нормально. Как, чтобы она не дергалась? Будем думать, что на воде качается Володя, а не я. Сейчас бы Никита поплыл, все, нет? Подумал маленько. У меня температура. Я жизнь прожил и не слыхал такого слова в семье у нас. Никогда не было. Что значит температуру? Вот Кирилл. Сказал, не будете купаться, пока не сделаете. Все. Теперь их надо будет раздвинуть. Где веревочка проходит, там отверстия маленькие обставить, от палочек нарезать. Это все так просто. Вот двинул, пошли. Ты, Кирилл, палку свалил, поставь ее прямо. Поставь прямо. Тащит ее. Ты становись. Тебя там по горлышку будет не больше. Во, дави ее. Утопи ее пониже. Так, ребятишки, купайте скорее. Сладьте в лягушатник лезьте. В лягушатник обкупнитесь. В лягушатник, залазьте. Там Володя что-то команде. Ну вот сюда-то. Надо же кладраться. В пирсу кеме. В пирсу, куда-то пошел-то. В пирсу. Куда? Конечно. Вот так дети барахтались. Берега не видно, может быть, и все. Жизни не было. А мы над ними трясемся тут в 45-й год. И Бог милует. С молитвой. Три поклона. Там ни одного поклона, может, не положили. Надеются на человеческое. Мы плавать умеем. Ну, лодка прокинулась и плыви куда. Тимофея вот залез, все стоит. Только толкать везде. Все купаются, рядом ребятишки. Что, особый, одаренный ребенок или что? Ну, вы же его таким сделали. Рвут его на счастье. Тот туда, тот сюда. Он стоит. Он стоит вообще отвлеченный от жизни. Самые годы интересные. А он не живет этой жизнью никак. Он там где-то ждет, когда ему шоколадку кто-то подаст. Если в настоящем-то лагере был бы, задолбали его в одну смену. Вот они, дети. Купаются, прыгают. Видишь, вот плывет под водой. Ничего стоит. Он не движется. И этим и закончится. Вот раздел его, все. То есть, его возраст, даже моложе может быть. Телефон. 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 Я тоже, говори. Говори. Я говорил, звонить не чаще, чем один раз в неделю. Почему нарушаете? Тимофея никуда не затащишь. Вот как в данный момент я показываю. Дети купаются. Он нет. Разденься. Один сидит на берегу. Разделся. Зашел. Он не купается. Он стоит. Но он живой. Вы назначьте себе день какой, в какой будете звонить. Он один стоит. Не пойду я к нему в воду. Я на берегу стою. Он, дети. Потом, видишь, этот фильм. Он не идет. Воды боится. За обед садится селом тащить. Ну, повезли на костер что-то. Нету. Все идет просто сзади. Ну, почему? Кто-то уже вот таким делает. И как он жить дальше будет? Что делать? Все. Повис на этом. Я гляжу на него. Тимофей. А ну-ка нырни. Нырни. Высыпился как слепой за стенку. Тимофей. 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 С головой погрузишься. Голова сухая. Все попер на берег уже. Все купаются. Все. Ему особое внимание. И это не помогает нисколько. Вон, ребятишки уговаривают его. Ты меня слышишь? Ну, вот все. Не могу ничего. Тимофея, погрузите его с головой в воду. Хоть один раз. Намертво всыпился. Не оторвать. Ну, еще, Тимофей. Звоните один раз. И Светлана звонит, скажи, один раз в неделю. У меня же не один ребенок-то. Сейчас одной рукой. Говорит, отошел. Все, Тимофей засох. Вот он висит. Голова сухая. Окуните, Тимофея! Никита! Ну, окуни его в воду. Застоишь ты, щелдон. Еще бесполезное дело. Он окунулся уже. Ну, иди подплыви, Кирилл. Кирилл, оторви его от этого. Отперил-то. Обкупни его. Он воды вообще не знает. Замер. За свою жизнешку прямо сейчас трясутся. Противно даже делается. Как можно так жить? И он вполне доволен таким состоянием. Оторви его и обкупни. Залезь рядом. Слезя плывает вокруг, играет Андрей. Все, начались переговоры. Давай, плыви, плыви. Давай, давай. Учи его плавать. У меня один не хотел воду. Боится плавать. Паша. Моя борода. С Казахстана. Все, баба домой. Научились плавать. Все, из воды не вылазит. А ну-ка обновите поплавки. Поплавайте там. А? Да. А, я здесь только. Игнать Тихович. А туда можно? Да, поплавайте там. Ты думаешь, думаешь. А где поплавки, обновите. Давайте, поплавайте. Только не трогайте поплавки. Видишь, как интересные дети. Такие же дети. Тимофей замер, один сидит. И у родителей найти виновного. Почему ребенок? Почему мы такими не были? С нами никто не занимался. Мы этого не знали, чтобы родители занимались. Мы занимались родителями. Из воды не вылазили. Здесь нет. Он засох. Все. Непрерывно. Он что-то ребенок. Ничего нету. Совершенно. У нас жизнь не оторванная. Даже вон, Никита. В Баракамере родился. Что с него спрашивать, с Никиты? В Баракамере его. Молодя, видишь, как разводит. Их надо закреплять. Так, вылазь, Никита, этот. Вытащите Тимофея. Это что он там замер? Ну, Тимофея-то, обкупни его с головой в воду. И все время куксисто, куксисто. То есть ни обстановки ни одной, ничего нет. Где бы он был доволен и сказал, вот это мое. Вообще нету нигде. Жизнь ничего не сделала для того, чтобы ему было интересно. Он сел и сидит. Ну что, родители не знают, не видят это. Вода это вообще притягательное действие имеет. Нет. Нету. И занимайтесь, чтобы отдельно там. Это не будут, дети заклюют его. Не в этом лагере. Тут его никто не трогает. У нас это нельзя. И они это знают прекрасно. Сказал Никита, даже не подошел. Это все равно ему. А зачем? Никита готовый старообрядец. Ничем не интересуется так вот это. Но знать знает. Сказал мигом, побежал, взял, заразился. Нет. Вот именно так. Лежала и лежи. Да. 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 Он плавает туда-сюда. Ему интересно. Подплывет еще дальше. Ногами, 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 ногами. И главное, ребенка делает уязвимым. Буквально везде. Где бы он ни был, он последний. Последний. Раз последний, на чего будут давить и давить. В этом мире, полном насилия, такие условия создать, чтобы ничем не интересовался. То есть, как будто этого мира не было. Голову-то хоть замочили ему? Да, замочили. Ну все, одевайся скорее. Трусики выжми. Иди там, выжми. Куда тебя бежат? Рядом он встанет в кустике, да выжми. Внутри не выжимайте, на улице руки высовывайте. А то скоро там и писать начнут. Как потих? Поднимает экскаватор. Хороша водичка. Даже не скажешь. Ну, понравилась? Да, хороша. О. Теплая? Даже степа, степа этот. И то у нас купается. Так, а что они прибили-то эту? Ну, привяжитель еще говорил, что ты, Никита, глазами крутишь-то? Ну нет, уже перил-то. Что ты дуришь-то? Ходит, лыбится, главное. Сказал уже. Ну, жерди лежат. Ну, утащи одну жерди, привяжи. Ну. Вот понимаешь, какое состояние? Ох. Ох, какой. Ну, такая жердь будет длина. Ну, хотя привяжи две, пусть будет на этом уровне, там пониже. Вода теплая. Прибить вы не прибьете, гвозей не взяли. Ну, дети же ходят, и там, вон, сейчас участка нету перил. Встал, пошел, говорил, говорил, даже никакой. Вот это безразличие, вот такой дэнди вырос. Хоть задави 10, говорится, коров, телят, не шевельнется. Он сейчас за огородит, что не пройдешь. Все, дальше нету, не знаю, еще усыпился. Стоит. Хоть сколько будет стоять, день, два, разницы нет, ничего не будет сделано. Володя, ты видишь, он стоит в жерзи, он будет стоять тут сутки и ни с места не извинется. Это герои грешеской мифологии. Ну, привяжите или как, чтобы ребенок не упал. Так, я надел кепку. Потом прибить надо. Я почти все. Я почти все. Только глубоко за теплой. Будет еще поиск все. Вот. Веревочки-то есть, нет? Да. Как живут в облегченный режим, даже веревочки в кармане нету. Есть, есть. На веревочку, возьми. У меня всегда в кармане веревочка. Веревочку надо разрезать, длинная она будет. На. Разрежь на три части. Ну, развяжи сначала, быстрее, отнеси. Сейчас развяжу. Маленькие дети ходят. Перил нету, вот тут участок там, перил нету. Ну, сколько там, метров пять. Я увидел только сегодня, я не бываю тут. И делается неохота, и какая-то ухмылка такая. Ехидная. Мне абсолютно это не подходит. Так, ты узнай, нужна веревочка или нет? Дядя Никит, веревка нужна? Нет, не нужна. Не нужна. Ну, теперь снова сделай, как было. Сейчас завязать ты не сможешь. Ну. И дальше еще. Даже не смотрел, как она. Затягивай, чтобы она в кармане не развязалась. Она уже у тебя распуталась. Почему не затягиваешь ее? Слушай. Степа, ты вот сел, у тебя задница мокрая. Зачем ты садишься мокрой-то? Если у тебя трусы мокрые, ты не садись, пока не просохнут. Долдон. Раз сел, значит, они насквозь промокли. А так бы высошли на теле, и было сухо. То есть не то, что элементарно, никакое, кажется, даже шимпанзея то что-то будет знать. Я вот все время вожусь, и ни в какое сравнение идет то, которое было, ну, 20 лет назад поколение. Это даже как будто бы другое государство, другие люди. Единицы встречаются такое активно, что-то делает. А мы тогда ножом резали вот камыш, как шалаши делали. Никого нигде не было. Каждый год все выжигали. 18 лет. Потому что у тебя, что, вот здесь, да, футболка есть, а у меня нет. Посмотри, он завязал, правильно? Нет, затянет? Помоги ему. Затягивай. Ему уже не сделать. Потому что он развязывал, он не глядел, как она завязана. Все, однако. Нет, ты с Володей учил. Тянул. И вот, что торчат. Сюда. Давай их сюда. Посмотрите, у нас колокол. Вы ничего не запоминаете, мне удивительно. Одно и то же, даже как будто не слышали. Понимаете, чем больше рычаг, тем сильнее удар. Допустим, вот палка. Вот эта палка я хочу ударить. Вот эта вот, как ее ударить? Больше я не могу. Никак нельзя больше ударить. Только вот развод. Теперь смотри. Разница есть? Ничего не понятно. Рычаг создай. Теперь смотри. Мы колотимся. Показал, вот где бить. Берет вот. Да мало того еще боком повернет. Ну вот и одной рукой. Вот я начертил где. Чего выражить то здесь? Вот за коней сдержали. У нас это украли, которая была. Украли, гляди. Ну разница есть. Одной рукой можно. Понимаете, ни в чем нет умных поступков. Так. Я тебе говорил, Дайш, там принеси. Послушайте внимательно. Мы работали, вы там были на поле, братья работали в лесу, в капустыне. Как называемый Южный пруд. Сейчас вы посмотрите, что будет. Давай. Сейчас я спрошу, что это такое? Палочки. Палочки. А? Палочки. Палочки. Что это такое? Палочки. Палочки. Все до одного. Суги вверх. Так, подожди. Никита, что это такое? Хворост пусть будет. Что это? Хворост. Хворост. Так. Засохшая крапива. Сухая трава. Что же? Сухая крапива. А? Сухая крапива, он сказал. Сухая трава, сухая крапива там. Вы никогда не видали, это первый раз видите, да? Нет. И вот в таком виде вы никогда не видали? Нет. Видели. Вы видели это, по крайней мере, в день хотя бы два раза. Это старая крапива. Тут все в крапивах. Посмотри, Володя, какие плантации. Старую крапиву никто не убрал. Она растет. Когда гонят скотину, скотина не заходит в крапиву. Но вот здесь вот узкий перешей, она скучно идет. Соберите. До одной. Сейчас по одной разбросайте вот так вот отсюда. Разбросайте. По одной. Вот вы разбросайте здесь. Все, бросай. Вы ходите, а они идут через крапиву и ногами корову вынесли на тропинку, куда вы ходите купаться. И вы по ним идете каждый день. Она поднимается, наступаешь на один конец, дальше вот это вот место она втыкается. Ни один. Ни один из вас, из взрослых, сухая крапива, хворост. Хворост у тебя в башке. Какой же это хворост? Ты же рядом ходишь и скалишь зубы. Я увидел это, пошел. Я не хожу туда совсем. Мы пошли с Кириллом. Прямо насыпано. Я подумал, что это такое сделал. Крапиву и туда вынесли. Потом посмотрел, сейчас так как. А тут кони угонят коров. И она низкая ростом. И крапива, она ногами уносится. Я сел вот так вот на колени. Вот так Кирилл видит где-то. И пошел собирать. И я прополз метров пятьдесят. Вот это все собирал. И таких пучков, может быть штук десять, забросил в кусты крапивы. Для вас. Я туда не пойду пешком. Вам это не надо. Не надо совсем. Вот она воткнется тебе сюда. Что ты будешь делать? Ой. Это мое тело. Да ты же это приготовил-то. Ой. Ну еще смеешься. Ну это-то проводится. Да нет. Ой-ой. Это чертеливый. Ну можно было убрать, нет? Да. Да. Вот это берите. И все компании дуйте вот туда в крапиву. И забросьте в середину. Всем лагерем туда дойдите. Потом собирать будете. В середину в крапиву. Ты уже забросил. Стою листочку. Не больно или не хурашки дадите. Что-то забывают так. Ура! 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 мне что рак мозгов получить из-за вас разговаривать вредно по телефону что там симофей ну как стоял истуканом так и стоит опять звонят что симофеем ну как стоял истуканом так и стоит он ничем не интересуется воду все-таки купается сидит на берегу одевшись а зачем ему это зачем воду воду бог придумал какую-то чем попало бог делал наконец разделся пришел сел там сидит истукан в воду залез наконец уцепился мертвая сварка все купаются все прыгают никаких уцепился вот как мертвую за стенку слепой ну оторвите его от этого купите хоть с водой не интересуется жизни интересно интересно другое что-то камыш рядом растет я начал кого камыша рвать переломил в трое там на сколько но небольшие такие вот все теперь сам на колени гляжу волна куда идет ветер туда значит надо спахи смахивать туда но вода оттуда гони туда защиту да надо и посылать вы это даже не будете делать не купаться к пока не протрете на три раза минимум три человека ползите я прополз туда и обратно и в эту сторону гнал за мной кирилл точно так же потом кирилл еще на раз прошел пошел теперь идешь как по по земле перил не было никто не поставил кирилл понятно а другой глаза кирилл не видит привязали маленько сказал никите стоит а у меня температура что температура пироги печь на голове у тебя ничего не дурите не в плену не в тюрьме никто и где-нибудь монахи работает когда граб не была температура температура куда-то узнал граб не мерил что ли я градусник еще в руки не брал за всю жизнь вчера я сильно был перегрет и жилы тут ну понятно возраст истерзан где-то но дотянул до вечера ты знаешь уже в полуживой пришел все таки уступился закрывать не лягу раньше времени дотянул упал даже не слышал когда ночь прошла только проснулся уже где-то 3-4 час у меня время разбито сутка мы протерли сейчас сделали это сегодня сказал поплотки не поставьте не купать уже все сделали сколько время сейчас давайте посмотрим 46 минут потеряли пока сделали пока говорил вы поняли кто бы не купался девочки нарвите камыш сверните его или травы рядом нарвите и протирайте вот так вот и потом вот так водой с водой доска что было чистое он протер кирилл нырял и нырял все ступеньки протел с другой стороны и мы там на костре все все дети сколько могли вырвали траву остался просто одно милое дело посмотреть на него как работа поточку кого-то лето стоял смотрел уходим подними и убери у стёпа рукавов нет рукавов нет рукавов нет ну понял ну пусть бежит я там еще рукава пришивать будет он стоит стёпа вот это понимает там жарко тут прохладно так вот батюшка дал немножко приготовилась сваришь нет ну сварю шарику ну тогда я ребятишек кого-то возьму они принесут и мне в ведре потом дашь а на этой воде в кастрюле где-то слей кошкам дать и собаки может быть потом на этой воде варить все за стол